Дорогие друзья, поздравляю всех со Старым Новым Годом, с первой нашей поэтической встречей в наступившем 2021 году. У нас сегодня такой микс, у нас прозвучат зимние, новогодние, не только новогодние, просто зимние, приятные, хорошие стихи. В перемешку, кто-то читает свое, кто-то читает не свое, а просто любимые какие-то хорошие стихи. Я начинаю, с вашего позволения, я начинаю своим старым стихотворением, написанным к другому Новому Году, которое звучит так. Опять пришел черед шампанского и студня, и значит время подводить итоги года. Ах, как небрежно мы пролистывали будни, как в толстых книжках описание природы. Нетерпеливо поторапливали стрелки, скорее бы вечер, праздник, отпуск, новоселье. Для нас обычные заботы слишком мелки, мы жаждем бурного, бурлящего веселья. А ведь пора бы стать мудрее, время длится, и все в нем важно. Взгляд, улыбка, борщ, котлета, умение вглядываться, в линии влиться. Вот, отгуляли Новый год, скорее бы лето. Вот, и спасибо. Я отдаю микрофон Боре Миломедову. Борь, пожалуйста, а себя закрываю. Так я так и не понял, меня слышно? Еще как? Ну, прекрасно. Между деревьев солнце брызнет, славно, что ни говори. Но однажды в этой жизни наступают декабри. Что-то мглое небо кроет, то ли лужи, то ли лед. Это миловозрастное, и оно, увы, пройдет. Но покуда пирсий длится, и не кончилось вино, Рады малой я частицы из того, что мне дано. Рад зиме, удачной шутке, песне, легкому письму. И за каждую минутку благодарен я ему. За потери не в обиде, невозможно без потерь. Я в порядке, в лучшем виде. Так же, как и ты, поверь. Борь, я не поняла, ты один читаешь? Одну вещь? Меня замютали, так я решил, что один. Нет, тебя не замютали. А, так у меня тут появился мют. Нет, я вообще хотел две. Давай. Я просто мютаю всех, кто забыл, займут у себя сам, потому что идет эхо. А, вот идет эхо, да. Все, хорошо. Может, можно? Может, было, может, будет всегда. Зимний вечер, в дороге ли, в детстве. Но накатит изнутри ерунда, вроде сладко, только некуда деться. Утыкаясь головой в стекло, улыбаясь или морщась, не суть. То ли ждешь, чтобы отпустило, прошло, то ли молишь, чтобы еще хоть чуть-чуть. И намерений, не зная благих, словно зубик у дитя, словно травка, потихоньку прорезается стих, как прощение, как намек, как поправка. Спасибо. Вот, и вслед за Борей читают зимние стихи Таня Щеголева. Таня, откройте, пожалуйста, я закрываюсь. Два стишка, да? Окей. Здравствуйте. Я прочту два стишка, новогодний и еще один зимний. Новый год. В преддверии чуда бьется лишняя посуда. Бей на счастье свой фарфор. Пусть не будет в доме ссор. Вот сервиз эпохи дзынь. Ты его с балкона дзынь? Под баян в движениях танца избавляйся от фаянца. Где богемский твой хрусталь? Докажи нам, что не жаль. Два фужера? Хлопни оба. Получи любовь до гроба. Пурган. На ветровом стекле, увы, снежинки тают. Они летят, летят в лицо, не долетают. Я в этом мареве ночном несусь куда-то. И до упора, как всегда, педаль нажата. Но очень скоро занесет мою Тойоту. И буду я смотреть в окно и не на йоту. Не возмутит меня зима обильем манки. Тебе за хлебом, за вином? Садись, ковсанки. В такие дни на чистый лист не смотрят косо. В такие дни любой поэт, любой философ. Ну что, зима, давай стели свои велюры. Я о тебе хочу писать. Писать с натурой. Спасибо. Это была Таня Щеголева. И следующий выходит Евгений Забакриский с другого берега, который, я думаю, будет читать не свои стихи. Пока что звучали авторские стихи. А следующий, Женя Забакриский, он скажет, кого он читает. Я прочту два стихотворения. Одно такое можно уже считать классикой, а одно более современное. Вот в качестве классики у нас будет рождественский роман Сбродского. Плывет в тоске необъяснимо Среди кирпичного надсада Ночной кораблик негасимый Из Александровского сада Ночной фонарик нелюдимый На розу желтую похожий Над головой своих любимых У ног прохожих Плывет в тоске необъяснимой Пчелиный хор Самнамбул пьяниц В ночной столице фотоснимок Печально сделал иностранец И выезжает на Ордынку Такси с больными седоками И мертвецы стоят в обнимку С особняками Плывет в тоске необъяснимой Певец печальный по столице Стоит у лавки керосинной Печальный дворник круглолицей Спешит по улице невзрачной Любовник старый и красивый Полуночный поезд новобрачный Плывет в тоске необъяснимой Плывет во мгле за москворецкой Пловец в несчастье случайный Блуждает выговор еврейский На желтой лестнице печальной И от любви до невеселья Под Новый год, под воскресенье Плывет красотка записная Своей тоски не объясняя Плывет в глазах холодный вечер Дрожат снежинки на вагоне Морозный ветер, бледный ветер Обтянет красные ладони И льется мед огней вечерних И пахнет сладкою халвою Ночной пирог несет сочельник Над головою Твой Новый год потемно-синий В волне средь моря городского Плывет в тоске необъяснимой Как будто жизнь начнется снова Как будто будет свет и слава Удачный день и вдоволь хлеба Как будто жизнь качнется вправо Качнувшись влево А второе стихотворение Совсем современное Это Аля Хайтлина Написано оно 29 ноября прошлого года То есть только что И называется оно Иосиф Бродский Но это Иосиф Бродский с маленькой буквы И написанный вместе Иосиф Бродский Это такой лирический герой Не думайте что это про реального человека И живет он явно вот в современности Иосиф Бродский пишет в уютный бложек Декабрь всегда подобен подсчету ложек В буфете после очередного гостя Находит удачный фон Ухмыляясь постит Встает Подходит к окну Замечая мельком Что день родившись едва Уже потемнел Как любая снежинка Секунду прожив в полете Становится каплей В чавкающем болоте Источником мокрых ног Затяжной простуды Вздохнув Надевает рубашку Моет посуду Рыдает в кошку Кошка не замечает И снова подходит к окну Окно заметает По небу Плывут созвездия и кометы Иосиф Бродский Пьет чай Читает комменты Изящно шутит Выглядит Страшным снобом В рубашке С чашкой В туфлях На босу ногу Потерянный день Летит за окном Метелью Иосиф Бродский Встает У него смятение Рыдает в кошку Зачем еще В мире кошки Глядит В календарь Уныло Считает Ложки Спасибо, Жень Вот это хорошо Что Лере Грачевой Предстоит все-таки читать Хотя и после Жени Но все-таки Не после Иосифа Бродского Настоящего Иначе ей было бы Совсем тяжело Вот После Изюмра Читать легче Значит Следующая читает Елена Грачева У Елены Грачевой Насколько я помню Свои стихи Да, Лена? Нет, ну если она Не включит микрофон То у нас не получится Ничего Леля Нет Слышно? Теперь слышно? Да, да Пожалуйста Ну Конечно Коней на переправе Не меняют Ну поскольку Господин Забагрицкий Меня опередил То я прочитаю Стихотворение Мандельштама Вместо Рождественского Романца Я буду метаться По табору Улицы темной За ветк Точеремушки В черной Рессорной Карете За капором Снега За вечным За мельничным Шумом Я только Запомнил Каштановых Прядей Осечки Придымленных Горечью Нет С муравлиной Кислинкой От них На губах Остается Интарная Сухость В такие Минуты Воздух Мне кажется Карем И кольца Зрачков Одеваются Выпушкой Светлой А то Что я знаю О яблочной Розовой Коже Но все же Скрипели Из Вощищих Санок Полозья В плетенку Рогожи Глядели Колючие Звезды И били В разрядку Копыта По клавишам Мерзлым И только И свету Что в звездной Колючей Неправде А жизнь Проплывает Театрального Капора Пеной И некому Молвить По табору Улицы Темной Еще одно Стихотворение Короткое Давида Самойлова И потом Одно Коротенькое Собственное Узим Бывают Имена Одна из них Звалась Наталья И было Начну Сначала Узим Бывают Имена Одна из них Звалась Наталья И было В ней Сияние Тайна И холод И голубизна Еленую Звалась Зима И Марфою И Катериной И я Порой Холодный Длинный Влюблялся И сходил С ума И были Дни И падал Снег Как мягкий Ком Зимы Туманной А эту Зиму Звали Анной Она была Прекрасней Всех Вот и Наконец Мое собственное Коротенькое Стихотворение Мне Нью-Йоркский Климат Вреден Я люблю В мороз Московский Мчаться По лесу На лыжах В легкой Куртке Голубой А потом Друзья Застолье Споры Песни Поцелуи И романцы Под гитару За окном Снежина Крой Но волшебная Картинка Может Разве Что Присниться На перу Умни Мазины Самой лучшей Из-под рук из табора за веткой черемухи в черной рессорной карете. Это строчки, которые люди запомнили из Галича раньше, чем прочли из Пастернака. Спасибо, что это прозвучало. А следующая, Галина Рохлина. Пожалуйста, надо открыть звук. Открыла. У меня два стихотворения. Одно про Деда Мороза, а второе про Старый Новый Год. По-моему, это самое злободневное сейчас. Ну вот, первый монолог Деда Мороза, в которого никто не верит. Я кто? Не Бог. Но в чем-то вроде Бог. Меня детишки верят и не верят. По всей земле на каждой из дорог во всех домах не открывают двери. Да, я один. Однако ж всякий рад веселые труды делить со мною. На праздник надевают мой наряд. Все в красных шубах с длинной бородою. Сродни мне только Шеллингера Кот. Он тоже есть. А может, нет и вовсе. И тройка лошадей меня везет. А может, на оленях еду в гость. Вот для торговли я отличный бренд. В витринах магазинов, на игрушках. Я есть везде. На фантиках конфет. И на открытках. На футболках, кружках. А взрослый верит. Сбудутся мечты. Пусть в Новый Год он их зовет судьбою. Но зернышки любви и доброты Подарены в далеком детстве мною. Вот. А второй стих. Ну, мне тут надо будет сказать два слова. Поскольку тут сказать, тут такой узкий термин. Дело в том, что мел, мрамор и известняк имеют одну химическую формулу. И только благодаря так называемому гидротермальному метаморфизму, это такой процесс в земной коре, известняк может превратиться в мрамор. Вот теперь я читаю. Старый Новый Год. Старый Новый Год, он наш, российский. Для других сплошной оксюмурон. Дальний гость из зарубежей близких был ко мне на праздник приглашен. Как метаморфизм гидротермальный в мрамор превращает известняк, я в своей холупе коммунальной создавала замок-особняк. Акварели вешала повсюду, зеркало в оправе непростой, тонкой антикварной посудой, как в музее украшала стол. Так хотелось выглядеть принцессой, в замке встретить Старый Новый Год. Принц явился, важный как профессор, церемонный как британский лорд. Но за стол усевшись кривопока, он пролил на скатерть каберне, уронил стакан с томатным соком, грязный след оставив на стене, извинился тоже неуклюже, покраснев аж до корней волос. Я, простите, думал скромный ужин. Я, пардон, в стране советской рос, не бывало настоящих леди. Я на кухне ужинать привык. В кухне там всегда полно соседей, ругань, чат, короче, разатый. Все. Дай мне микрофон улетает за речку к Сергею Кодесу. Здравствуйте всех. Я сначала хотел прочитать знаменитое новогоднее стихотворение Александра Сергеевича Пушкина про заседавшееся, а потом решил все-таки свое. Значит, стихотворение называется «Первое января». Какая-то есть тайна в смене лет. Кто так задумал, мы или природа? Порядок тот же, вечер, ночь, рассвет. А года нет, очередного года. Подумать страшно, помню прошлый век. И не конец, а чуть за середину. Река времен мощнее прочих рек. Не повернуть, не выстроить плотину. И мы плывем в одной на всех реке, в одном на всех похожем направлении. Сопротивляться, пробуя руке, как говорят поэты, проведение. Свобода выбора, она, конечно, есть. Не трепыхаться или трепыхаться. Какой же выбор правильный? Бог весть. Но будешь мокрым, кулядешь купаться. Решил скакать, есть риск упасть с коня. Ввязался в драку, риск остаться битым. И, как напоминали до меня, конец потуг, разбитая корыта. Так что же делать? Видно, просто жить. Как в песне, быть спокойным и упрямым. Найти свой круг спасательный, плыть. Ведь жизнь не водовильная, мелодрама. А то, что дается совершить, пускай подчас, не очень-то и много. Дышать, решать, стараться не грешить. В короткой жизни, в вечном споре с Богом. Спасибо. И еще одно, только такое недлинное стихотворение. Я обычно в течение где-то 35-40 минут его заканчиваю. Называется «Зимний вальс». Как хотя мне галочка говорила, что размер не вальса, но, ребята, мне хочется, чтобы был вальс. Прошло очередное Рождество. На улицу выбрасывают елки. И с ними отцверкавшими родство Я чувствую и берегу осколки ушедшего всего. Не в нашу, ох, не в нашу пользу счет. Но мы бездумно празднуем при этом. А был ли этот год, ушедший год? Вопросы снова не сошлись с ответом. Такой вот поворот. Снежинок пролетают светлячки и тают на щеках и на ладонях. Из-под ресниц два лучика зрачки. Вздыхает ветер, словно грустный пони. Промокли башмачки. Мы снова ждем хороших новостей и будем ждать их, что бы ни случилось. А может, нам судьба пошлет гостей, не все же посылать одну немилость, да отзвуки страстей. Конечно, знаю, жаловаться грех. И я надеюсь, не был в нем замечен. Грусть посещает, так же, как и всех. И что-то возраст стал давить на плечи. Но жизнь уже успех. Прошло очередное Рождество. На улицу выбрасывают елки. Их запах, их смолу, их колдовство. Игрушки отправляются на полки. На год, скорее всего. Спасибо. Спасибо. Значит, сейчас микрофон уходит к Миле Лурье в Лонг-Айленд. Милочка, здесь, пожалуйста, открой микрофон. Так, ну, положим, загары в Лонг-Айленде не раздают сейчас. Я сейчас временно во Флориде. Поэтому все это объясняет. Вот. У меня есть два стихотворения на сейчас и песенка на потом. На вторую половину. Стихи, навеянные вьюгой. Черным сказочным существом дуб колышется за окном. С белой вьюга его родство тает в сумраке ледяном. Безысходен протяжный вой. Вражьей стае кружится хмарей. За снежной головой, словно старец, трясет фонарь. Ветер прячет свои грехи. Заметает следы, как воры стучится ко мне в стихи. Веток столащих разговор. Скрип зловещий оконный храм. Словно в древней живем Руси. Нам бы водочки 200 грамм. Да, огурчиком закусить. Мне снились валенки. И в мире, еще не понятом собой, Три проруби, как дырки в сыре, Натыканные в разнобой. Пустая бесконечность снега, Коварно лед припороша, Пророчила покой и негу, Чтобы расслабилась душа. Но ведь и валенки, галоши, Сыхалый подноготный лжи, И рыба непосильный нош. Что бы это значило? Скажи. Вот, это на сейчас все. А дальше будет песенка По поводу нашего будущего года ВК. Спасибо, Мил. Это песенка на второй круг пойдет, да? А пока что микрофон уходит к Володе Сигалову. У Володи Сигалова вчера был день рождения. И вообще-то говоря, На день рождения полагается дарить подарки. Но по Зуму подарки дарить совершенно невозможно. Вот есть такая фраза. Важен мне подарок, важно внимание. Поэтому мы сейчас подарим Володе внимание. Мы сейчас внимательно будем слушать то, Что он будет читать. Сейчас Володя Сигалов, пожалуйста. Спасибо. Внимание – это не только фраза. Это больше. Хорошо. В двух стихотворениях, которые я прочту. Стихи «Чужие». Не знаю, можно ли их отнести к классике, Но, по крайней мере, это не очень известные стихи В этом первом туре. Поэтому в качестве небольшой интриги Я авторов стихов назову в конце. Ну, как дела? Мария родила собачий холод. Плотник он, не молод. Звезда была? Метель такая мгла, Что где там звезды? Нет дороги в город. Так значит, и волхвы не добрались? А что в газетах? Кажется, ни слова. Газеты наши слишком заврались, Чтоб чудеса описывать толково. Марию надо навестить. Ни роз, ни сладостей туда не принимают. Как быстро стынет чай в такой мороз? Опять на сахар цены поднимают. Марию надо навестить. Прощай. Над синей пальмой плавают чаинки, И пьет звезда всю ночь холодный чай, Оставшийся от этой вечеринки. Юнноморец. Зима. Разогрею чифирь, Помусолю сухарь, На картинке понюхаю мед. Белый кот-идиот По прозванию январь Мне из-под пола мышь принесет. Я штаны подтяну И поправлю фитиль, Будет примус светить без ума. Помусолю сухарь, Разогрею чифирь И скажу своей милой Зима. Она молча натопит воды снеговой, Станет таять, как в небе луна, И закроет своей золотой головой Полынью ледяного окна. Станет милая петь, Как недавно и встарь, В поварешке утопит печаль, Разогреет чифирь, Помусолит сухарь И ответит мне тихо Февраль. Слышишь, миленький мой, Уже копает с крыш. Я отвечу ей тихо Эх, ма! Но примерзнет к столу Принесенная мышь, И я выдохну снова. Зима? Она снова натопит воды снеговой, Станет скрябать по стенкам котла, И заслонит своей золотой головой Вековую империю зла. Я махры закурю И спою про Сибирь, Сам собою довольный весьма, Помусолю сухарь, Разогрею чифирь И скажу своей милой Эх, ма! Михаил Онищенко. Надеюсь, сделать по нему Вот полку, передачу. Спасибо. Спасибо, Михаил. Михаил Онищенко вообще Очень интересный автор. По-моему, в какой-то год Уже был признан поэтом года. Да, Володя, я не вру? Да, да. Помню просто эту историю, да. Сейчас микрофон улетает В Нью-Йорк, в Бруклин, К Александру Богданову. Пожалуйста. Да, я хочу сказать девочкам, Которые готовятся к лотерею, У нас осталось раз, два, три, четыре человека еще. Если вам надо отойти, То это еще минут десять, Как угодно, да? Значит, сейчас Саша Богданов. Пожалуйста, Саша. Добрый вечер. Как мороз на стекле. Только тоньше ресниц, Их ничья не коснется рука, Словно памятный след О дыхании птиц, Переевые парят облака. И второе стихотворение Внучка сказочника Печален сказочник, Чьи сказки устарели, Неловок пасечник, И пчелы улетели, Свеча погасла, И ночь всевластна, И так блаженно Подремать у колыбели. Зимой сказочник Придумывает сказку, И убаюкивает Внучку-сероглазку, А о метеле Говорят его напевы, Что это шлейф Наряда белой королевы. Сугробы спрятались И в юге, И метели, Что под окном Вчера Аукали и пели, И ободренные, Оказанные услугой, Стияют звездочки, Начищенные в югой. Как высоко На небе кружат Звезды пчелы, Роят уманностями, Хоровод веселый. Так звездный пасечник Доволен Роем новым, Что млечный путь Назвал Пчелина молочковым. Уже неделю Не стихает Это в юга. Моя история Лекарство от испуга. В ней Одинокая Девчонка-сероглазка Сама придумала И дедушку, И сказку. Так, это был Саша Богданов. И микрофон улетает К Жене Капсон. Женя здесь уже, да? Включись, пожалуйста. Как-то включится. Диана, я ее видела. Здесь я. Не слышно? Да. В старом Новому году Буквально вчера Свеженький испекла, Поскольку это Мой любимый праздник, Старый Новый год. Ночами заморозки звонки, И лужи схватывают льдом, А звезды катятся по кромке, Звенят промерзшим серебром. Мне слышно, Новый год шагает по небу Близко от земли. Огни в окошках затухают, Как в керосинках фитили. Спустилось небо Низко-низко, А ты, Не верив в чудеса, Застыл в восторге обелиском. Уйдешь, И рухнут в небеса. И еще одно тоже К старому Новому году Было написано Очень-очень давно. Опять зима, Пустые ветки, Синицы глупые, До мандарины, Тоска, Метель, Безвыходность, Таблетки И бесконечные ангины. Куплю гранат, Поставлю чайник, А ты мне зернышки Протянешь на ладони, Коснешься губ моих, Как будто бы случайно, И пусть играет нам Анастронг на саксофоне. Опять разлуха, Солнца ждать полгода, И в кофе кисть Рассеянно макать. Зачем мы так зависим От природы? Помою кистью, Буду рисовать. Все будет здесь, Сейчас зимою Я в краске Кисти окуну И буйной зеленью Покрою Тоску Субробы Тишину. Спасибо. И микрофон Достается В группе Рудольфу Фурману. Рудольф Фурман, пожалуйста, У него много нежных, Хороших стихов. Рудольф, надо нажать, Вот то, что я прошу вас Аммютнуться. Вот я не могу вас Аммютнуть, вы должны Сами. У меня было открыто, Я не знаю, как, кто Закрыл, Не успел. Сейчас, секундочку, Я повторюсь. Сон о зиме. Мне снилась Петербург Зима, вечерний час С летящим снегом И наступающая мгла Подсвечена его набегом. Морозец легкий, пешеход, Неспешно двигает куда-то, Любуется, как снег идет, Он рад явлению снегопада. И я вдоль улицы за ним Иду куда-то на удачу. Я так давно не видел зим, Что тоже радостью охвачен. То мост, то сквер, то поворот, То набережная, то ограда. А я смотрю на снега, лед, На вид заснеженного сада. Торжественная тишина Сопровождает путь знакомый. Она же музыка, она влечет, И ею я влекомый. И я идти не устаю, И все с душой моей согласно. Но просыпаюсь и встаю, А сон свой вижу так же ясно, Как эту явь, как этот дом, Как на стене картины эти. Как странно побывать в былом, Где зимы есть еще на свете. Еще одно я прочитаю. Зима, декабрь, Снега нет, помине, Усталость ожидания на лицо, И к серой удручающей картины Не подобрать хорошее словцо. И я забыл, и ты давно забыла, Как снег приходит, и как он идет, То валом валит, то неторопливо, А то легко опускается в полет. Он все вокруг собой преображает, И сглаживает ямы и углы, И тихим светом город наполняет, Освобождая улицы от мглы, Мне жалко обесснеженной зимы, Уродливое их вялое тепло, Снегопадения нам необходимы, Чтоб было на душе от них светло. И, Эрочка, если ты позволишь, Я поставлю одно из стихотворений, Песню, которую написала Аня Гринбер. Гринбер. Знаешь, извините, надо было предупреждать, Потому что, к сожалению, Это надо было проверять звук, Надо было проверить качество, Потому что сейчас это не будет нормально. А если я попробую? Ну, попробую, я боюсь, что будет ужасно. Попробую. Нет. Нет, да. По-моему, нормально. Нормально? По-моему, звучало нормально, По крайней мере, вступление. Так, я тогда и все представляю. В этот ветер, в эту стужу Тело тянется к теплу, Чувства кросятся наружу В эту ночь и в эту мглу. Не прожить им без свободы, Тесно им в моей груди. Им неназные погоды, Не препятствия в пути. И к тебе, пока не поздно, Надо им еще успеть И сложить все то, что роза И спасти, и обогреть. Ты, согревшись, Снимешь трубку, Позвонить захочешь мне, Чтоб сказать, как будто в шутку, Что дела пошли к весне. Что осталось, ждать недолго, И грачи вернутся вновь. Зашумя здесь без мокон, И крутить начнут любовь. Поживем, еще мне скажешь, Мы сходя и ненава. Как я рад, не представляешь, Слышать эти его слова. Значит, чувства, что стремились От меня к тебе в ночи. Тебе все-таки пробились, И в пути уже крачи. Поживем еще, конечно, Лучше бы без всяких драм. Нелегкость, небеспечная, Но в любви пожить бы нам. Пусть она еще послужит, Пусть она окажет честь. Когда чувства есть и души, Значит, счастье в жизни не есть. Это был сюрприз. Спасибо, Рудик. Я что хочу сказать. На будущее таких сюрпризов не надо, потому что слова было трудно разбирать. А Зум позволяет делать шерскрин. Мы могли бы эту песню поставить технически так, чтобы было бы слышно каждый звук и каждое слово. Можно было сделать качественно, просто войти в Зум на 10 минут раньше, проверить это все. Ну, просто на будущее. Но все равно было неплохо. Спасибо. И сейчас микрофон уходит к Саше Шору. Это последнее выступление в этой первой половине, после чего будет розыгрыш лотереи. Значит, пожалуйста, Саша Шор. Стихотворение называется «Синий троллейбус». Это было написано для поэтического конкурса на нашем слете «Синий троллейбус», но уже достаточно давно. И задание было просто использовать слова «Синий троллейбус». Ну, по крайней мере, по сезону стихотворения. Стоит мороз, и на деревьях ини, Холодный ветер прямо в спину бьет. Я стал словно троллейбус, синий-синий, И жду, когда троллейбус подойдет. От холода страдаю, но надеюсь, Хотя уже не плачу, не зову. Что заберусь в салон и отогреюсь В тепле, если, конечно, доживу. Засунул руки в тощие карманы, Повис с сосулькой, онемевший нос. А может, это злые партизаны Пустили мой троллейбус под откос. А я стою и жду, того не зная, И глыбой льда навек останусь тут. Идут гуськом пузатые трамваи, Троллейбусы пока что не идут. Мы выросли в условиях спартанских, Нас можно истребить, но не сломать. И я стою, как Зой Космодемьянский, Но до чего же холодно стоять. А дома ждет давно уже перцовка, Жена, коль не ушла, то тоже ждет. Я замерзаю на трамвайной остановке И жду, когда троллейбус подойдет. Второе стихотворение, Ну, я подходил так, что, Если есть хотя бы слово, там, зима, снег, А в стихотворении, значит, оно годится. Вкус. Определенные вещи Вводят меня в искус, Требует крупных женщин Мой утонченный вкус. Полные неги и лени, Полные их тела. Летом нужны для тени, Зимой нужны для тепла. Спасибо. Саша был последним, кто выступал в этом блоке. У нас еще будут стихи, а сейчас мы переходим к очень интересной части, к последнему завершающему розыгрышу лотереи. Ну, кто, может быть, не в курсе, У нас была благотворительная лотерея. Сегодня я не буду оглашать победителей, потому что беспроигрышная лотерея. Те, кто играли в беспроигрышную лотерею и успели послать заявку и деньги и заказать себе эти вещи, все получат, кто играл на это, книжку Леонида Липкинда, книгу «Однастишин и краткий ознакомь с сестрой таланта». Там больше полутора тысяч «Однастишин». Совместная книга Леонида Липкинда и Натальи Хозяиновой «Пара в раз». Книга «Избранная стихи Льва Щеглова» составитель Влада Сегалова. Это очень серьезная работа, избранная из огромного его наследия. Влад выбрал самое интересное. Лев Щеглов – это автор знаменитой песни «У хороших людей зажигаются яркие елки». Знаете наверняка. И Влад выбрал то, что войдет в «Золотой фонд». Сборник стихов Миши Авсищера «Стихи и песни», написанную в 2020 году. И авторская поваренная книга второе издание Анны Немировской. Сегодня этот лот закрывается. Кто заинтересовался этими вещами, но не успел на них сыграть, все, играть на них уже нельзя. Надо связываться с хозяевами, и у них это выпрашивать, покупать, ехать с ними встречаться, выклянчивать, как хотите. Значит, эта тема закрыта. У нас будет следующая лотерея к 1 апреля, но будут уже другие лоты. А теперь очень интересная часть. У нас сейчас должны включиться наши девочки, которые будут разыгрывать розыгрыш. Включены уже, Ира. Включены уже, очень хорошо. И Аня Гринберг, которая должна будет играть тушь каждый раз, когда будет объявляться победитель. Пропрощение, Анечка, мы можем сыграть вдвоем? Не можем. Не можем. Это не работает на зуме. Кто мажорит? Значит, первый розыгрыш, первое, что мы разыгрываем. Лиза Касс, профессионал, который проводит занятия как живую, так и сейчас онлайн, предлагает, дарит нам лотерею по выбору урок виталии, вокала или укулеле. Кто выиграет урок Лизы Касс? Пожалуйста, девочки. Так, вымешаем. Давай. Вас видно вообще? Нет? Видно. Хорошо. Так. Валентина Лозина. Валентина Лозина. Покажи. Все честно. Пожалуйста. Валентина Лозина, ты следующий играть. Да. Подожди, пока еще нет. Урок по выбору. О! По выбору. Почему по выбору? Потому что Гера Касс дает как уроки вокала, так и уроки гитары. Пожалуйста, девочки, скажите, чтобы вас было видно на экране. Мы закидываем наш второй рот. Давай мешаем, чтобы нас видно было. Елена Николаева. Елена Николаева. Я знаю, что Володя Сигалов играл на этот лот, но, несмотря на день рождения, ему не повезло. Но, может быть, он еще что-нибудь выиграет. Разыгрываем следующий лот. По выбору. Меня слышно вообще? Меня слышно? Меня слышно? Слышно и безусловно. Слышно. Следующий лот. Это на выбор урок гитары или пианино, вокала, сценическое мастерство от Анастасии Моисеенко. Уроки для детей или для взрослых. По индивидуальной системе обучения. Кто это выиграет? Генский. Денис? 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 Сигалов. Сигалов. Владимир Сигалов. Что-то же есть. Так, тушь, маэстро. Правильно, все-таки есть справедливость. Что-то человек выиграл на свой день рождения. Да, концертирующий скрипач из ассамбля Ревери. Или ассамбля Механин, когда он приезжает. Нас, Усих Зинберман. Он сейчас дает уроки скрипки, уроки гитары, уроки электрогитары, уроки фортепиано для начинающих. На ваш выбор, вот кто выиграет урок Усиха Зинбермана? Я все время переживаю, что нас не видно и не слышно. Видно и слышно. Адя, видно и слышно. Вы очень красиво выглядите. Спасибо. А знаешь, как мы работали над тем, чтобы все это запаковать? Конечно, конечно. Все супер. Все супер, замечательно. Марина Гуревич. Марина Гуревич. Гена, сыграй для следующего выигрыша. Ну где Гена, почему он не играет? Так, я прошу Гену приготовиться, потому что сейчас мы будем разыгрывать такой экзотический вариант. Экзотический вариант. У нас наш Игорь Елисеев, наш немецкий пан-спортсмен, который проводит у нас спортивную площадку и шахматные турниры на слезе. Он профессиональный шахматист, он тренер, он международный мастер спорта. И он предлагает урок шахмата. Итак, урок шахмат с международным мастером спорта Игорем Елисеевым. Поэтому он его выиграет. Спасибо. Евгения Мастяева. Евгения Мастяева. Евгения Мастяева вообще здесь? Она тут есть где-то? Я ее что-то не видела. Здесь хоть раз в жизни повезло. Хоть раз в жизни. Здравствуйте. Спасибо. Повезло, да. Повезло Евгению Мастяеву. И последнее, что мы разыгрываем, это очень экзотическая вещь. В институте микрографики, то есть специалист по работе с метафорическими кладками, приведет индивидуальный 45-минутный класс по снятию ограничений и лимитирующих убеждений с использованием инструментов нейрографии. Так, Евгения, выключите звук, пожалуйста. Слухите. Ирочка, плохо слышно. Там Евгений звук. Сейчас я найду ее и выключу. Она выключена. Она же выключена, да? Значит, вот такой вот экзотический психологический урок инструктор Марина Белиловская. Пишем. Так. Марина и Андрей Данилин. Марина и Андрей Данилин. Здорово. А Данилин и здесь нет? Они вообще видят, как они выиграли здорово, нет? Ну, девочки, самое главное, вы там все это записали, да? Потому что я маму, естественно, я забуду. Вы записали? Да, у нас все записано, по все ходы записаны. Записаны. Спасибо. Ой, здорово. Значит, я еще раз, значит, рассказываю всем, кто, может быть, не в курсе, кто подошел позже. Это была благотворительная лотерея, на которую члены нашего клуба подарили какие-то вот такие интересные вещи. И мы их разыгрывали, и таким образом немножечко покрыли затраты на зум, который у нас профессиональный зум. И будет еще одна лотерея. Все, кто играли в лотерею и все, кто давали какие-то призы для лотереи, все получат первый том собрания наших избранных арий. И еще можно успеть, да, в какой-то донейшн не менее пяти долларов нашему клубу еще можно получить первый том. Начиная с первого февраля будет разыгрываться второй том. Мы над ним с ритейлисей, мы уже работаем. Вот. На этом у нас рекламная часть заканчивается. Все наши коммершиал заканчиваются. Мы опять переходим к новогодним и зимним праздничным стихам. У нас еще очень много людей на второй круг, которые готовы выступить, прочитать стихи. У меня такое предложение. Сначала мы пропускаем тех, кто не попал в первый заход, а потом те, кто были в первом заходе, читают, у них там есть запасные стихи. Значит, кто у нас сейчас следующий? У нас сейчас Галя Ицкович, Юлия Зыслин, Люда Тобольская, Юра Бунчик. Я думаю, вот в такой последовательности мы и пойдем. Значит, пожалуйста, Галя Ицкович, давай первая. Включайся. Включаюсь. Всех с праздниками. Я немножко опоздала. Увы, вот не знаю, Юрий Левитанский уже звучал? Нет, Галя, не звучал. Не звучал. Ну, тогда как показать зиму? Но вот зима. И чтобы ясно было, что происходит действие зимой, я покажу, как женщина купила на рынке елку и несет домой. И вздрагивает елочкино тело у женщины над худеньким плечом. Но женщина тут, впрочем, ни при чем. Здесь речь о елке. В ней-то все и дело. Итак, я покажу сперва балкон, где мы увидим елочку, стоящей, как бы в преддверии жизни предстоящей, всю в ожидании близких перемен. Затем я покажу ее в один из вечеров рождественской недели, всю в блеске мишуры и конители, как бы в полете всю и при свечах. И, наконец, я покажу вам двор. Где мы увидим елочку, лежащей среди метелей, медленно кружащей в глухом прямоугольнике двора. Безлюдный двор и елка на снегу, точнее, чем календарь, нам обозначит, что минул год, что следующий начат, что за нелепой разной кутерьмой, ах, боже мой, как время пролетело! что день хоть и длинней, да холодней, что женщина, но речь тут не о ней, здесь речь о елке, в ней-то все и дело. Ну, это левитанский, мое зимнее стихотворение, не новогоднее, но явно декабрьское. Баллада о двадцатом. Пока томилась в собственном соку, пока по капле утекала сила, я царствовала, лежа на боку, и день последний в календарь вносила, и ошибалась. Ставил снег на треть, но шней киндом стать, то бишь снегуркой не удалось, и спичкой обгореть не вышло. В нашем тихом закоулке повесили зачем-то светофор, брешь закрывали в городском бюджете. Под притолокой вспыхал костер, подсвечивая рифмы в триолете на тумбочке у левого плеча, и тормоза почаячьи кричали, и голоса врывались, гагача. Что это бред, я думала вначале, додумать мысли едва хватало сил. На третий день, заметив в изумлении, как конь у перекрестка тормозил, покорный новым правилам движения. Был всадник не в себе, и конь был блед. Я ужасалась в скорости, с которой пропотевали простыни и плед. Вдруг он заметит тень мою за шторой. Нет, ускакал. Хотелось оборвать себя, забудь, ведь смерти нет в помине. Как свет мазками линовал кровать, как я вжималась между красных линий все дни, пока в мой лоб был вдавлен след короны на сомнительное царство. Топтался конь, пережидая свет, и уходил в зеленое пространство. Я холодела. Булькнет штоп в груди, и всадник обернется. Виновата лишь в том, что знала. Он спешит к другим копытами по мокрому асфальту. Спасибо. Спасибо, Галя, особенно за милитанское прозвучавшее без музыки. Это очень интересно было в бардовской тусовке, для которых... Ну, ты понимаешь. Ой, я хотела Вознесенского бедного прочитать с 1 по 13 нашего января, которое тоже его музыкой, мягко говоря, изменили. И Люда Тобольская готова? Готова, да. Людмила Тобольская, пожалуйста. Стихотворение называется «Далёко», посвящено Набокову. В окне пейзаж, как бы России зимней. Конечно, поле и пучки травы, преобладание неба со взаимным смешением белизны и синевы. Всё просто так, как в детском представлении о чистом поле синих небесах. Ни времени, ни точки нахождения и рукопись у кресла в двух шагах. Ну, начинай! Пусти по полю конных с охотою, с борзыми. Звук трубы так станет внятен за стеклом оконным, так одинок под небом голубым. А нет, или протяни с востока и на запад колонну пленных в синих киверах наполеоновских. И деревенским бабам дай их вести с рогатиной в руках. А нет, тогда чуть отстранись направо, чтоб вдвинуть слева ёлку, тень ветвей. Представь, что из лесу, как лебедь, величава, идёт снегурка за мечтой своей. Решать тебе. Но только постарайся, чтобы налево не открылся столб. Он очень близко за окном остался с латинской надписью на красном «Стоп». И второе. Я его недавно читала, но чтобы вас немножко как бы развеселить. «Снег под вечер в окна рвётся, и каёт завыл в вору. Как неровно сердце бьётся, вдруг одна я здесь умру. Ветер дверью бьёт чердачной, стон стоит в ветвях елей. Серый кот, красавец мрачный, плачет в кухне у дверей. Взгромоздясь на телефоне, скоблет лапкой по стене. Ну возьми меня в ладони, ну прижми себя ко мне. Я, смеясь, бреду на кухню, на руки его беру. За окном заря не тухнет. Может быть, и не умру. Спасибо. Спасибо. Это была Людмила Тобольская. Готов ли Юлий Зыслин? Готов? Готов. Я хотел сначала сказать Сергею, который в первом круге выступал. И он говорил про стихотворение, которое у него не вальцовое. Если он его мне пришлёт, я попробую написать вальс на его стихи. А вот Рудольфа Фурмана, я знаю многие стихи, они все очень музыкальные, их все можно петь подряд, открыть книжку и петь. У меня три стихотворения, все зимние, все горнолыжные, все январские. Одно я ни за что не прочту, потому что я сейчас посмотрел из 17 строк в 8 строках слово Домбай. Это, наверное, перебор. Значит, Зимний Терскол. Если кто, горнолыжники есть, знает замечательные места на Кавказе, Баксанское ущелье, гора Чигет, Зимний Терскол. Горы в Терсколе суровые, горы в Терсколе чеканные, твердо стоят, как бы новые, в зимнем снегу белотканные. Небо в Терсколе огромное, небо в Терсколе бездонное, и под луной над вселенную звездочки манят нетленные. Солнце в Терсколе стократное, с тучами древними борется, коли их прошьет пикой сладкою, выжет ласкаючи поллица. Склоны чигета бугристые, строгие, длинные, быстрые, склоны влекут горнолыжников и молодых, и уж лысеньких. Рядом Эльбрус смотрит чванится, он сторожит здесь окрестностей, как в облака одевается, так исчезает на местности. Речка Баксан будто странница, та, у которой путь ладится, та, что все шепчется с осными, стройными и полусонными. Есть тут нарзан чудодейственный, тропка к нему извивается, ей в пересолочке девственном утром и днем не скучается, и хичины здесь отменные, теплые, мягкие, медные, их запивают вином сухим, многие лыжники дружат с ним, а на поляне, на выкате, пестрое море костюмное, лыжи цветные, глаз выкали, щелкают маркеры умные, зимний терскол людям в радость дан, душу он призван им высветить, и словно благостный божий дар добрым лучом в сердце выстрелить. Горы в терсколе суровые, горы в терсколе чеканные, твердо стоят как бы новые, в зимнем снегу белотканные, счастье нежданное выпало, снова с горами не встретиться, пусть они вечно невыспренно лунными склонами светятся. И второе стихотворение «Горнолыжный восторг» при Эльбрусе. Это недалеко, если по Баксанскому ущелью проехать еще выше, там уже тупик, и под самым Эльбрусом начинается гора. И там посередине выката, когда едешь с горы, посередине там камни, и нужно проехать полметра там между камнями, нужно проскочить. И я, значит, проехал за 15 минут, и вечером знакомый бармену хвастаюсь, я за 15 минут сегодня проехал весь маршрут. Он говорит, а я за две минуты проезжаю. Итак, горнолыжный восторг в Приебрусе. И солнышко смотрит, и склон пред тобой, и слева, и справа вершины гурьбой, и небо, огромное море вверх дном, и падают сосны внизу, где подъем. Летишь, вот удачно вошел в поворот и сделал дугу, как волну пароход, под лыжами хруст, за пропилом пропил, а сзади тебя вьется снежная пыль, и свет, я с ветром обнялся у всех на виду, где я наслаждение выше найду. О, горные лыжи, да что говорить, могу я вас только с любовью сравнить. Спасибо. Спасибо. Наверняка у всех это самое, на сердце сразу такие воспоминания, да, сейчас, сейчас, небось, этой зимой люди не очень выезжают на горку, некоторые выезжают на горку, да, несмотря на всякие... Мне сегодня звонила внучка, они перешли на равнинные лыжи, тогда не надо ни с кем контактировать. Вот, наверное, так и надо сделать, надо на кросс-кантри. Вот, а микрофон уходит к Юре Бунчику. Юра, ты готов? Да, я готов, да, я готов. Пожалуйста. Я прочитаю два стихотворения своих из цикла «Ушедшие» памяти Иосифа Бродского. Вы растворились в каналах Венеции, где на картинах Мадонны с младенцами, вы растворились в них на века, только осталась ваша строка, ваша строка на славянской лилекции, ваша строка в самом сердце Венеции, вы растворились и вас больше нет, остался Венеции вечно ваш свет. И второе стихотворение называется «Новогодняя сказка». Мы с тобой лежали в снегу И смеялись звонко как дети Сквозь золотую фольгу Новый год мерцал на рассвете Мы бросали друг друга снежки Не хотелось так своей ласки Я коснулся губами руки И вдруг оказался средь сказки В этой сказке все было светло В этой сказке все радостно было И в душе разливалось тепло Я любил И меня ты любила Сквозь золотую фольгу Все мерцал Новый год на рассвете Я стоял на коленях в снегу Я был самым счастливым на свете Спасибо большое Спасибо Это был Юрий И мы идем по второму кругу Значит У Бори Миламедова есть еще стихотворение? Да Пожалуйста Тогда Боря Миламедов Я тут на зиму напророчил себе самому приключение как раз перед Новым годом Вот написал буквально за неделю до этого так Наплевав что скоро вечер расплодив детей и жен беспокоен и беспечен снова лезу на рожон Можно мирно и полого просто жить покуда жив не испортив некролога и его не заслужив я с которой раз удачу проверяю на испуг и удача чуть не плача мне подмигивает друг Спасибо Это была добавка от Бори Миламедова и Женя Запакридский Я знаю что у тебя есть еще в рукаве заначка Пожалуйста Ира спасибо Я очень люблю одно из ранних стихотворений Бориса Пастернака Метель и сейчас мы его почитаем Оно состоит из двух частей Первое В посаде куда ни одна нога Не ступала лишь ворожеи да в юге Ступала нога в бесноватой округе Где и то как убитые спят снега Постой В посаде куда ни одна Нога не ступала лишь ворожеи Да в юге ступала нога до окна Да хлестнулся обрывок шальной шли Низги не видать, а ведь этот посад Может быть в городе, в замоскворечье В замостье и прочее В полночь забредший Гость от меня отшатнулся назад Послушай, в посаде, куда ни одна Нога не вступала, одни душегубы Твой вестник, осиновый лист, он безгубый Безгласен, как призрак, белей полотна Метался, стучался во все ворота Кругом озирался, смерчом с мостовой Не тот это город, и полночь не та И ты заблудился, ее вестовой Но ты мне шепнул вестовой неспроста В посаде, куда ни один двуногий Я тоже какой-то, я сбился с дороги Не тот это город, и полночь не та Вторая часть Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь распоряжения пурги заговорщицы Заваливай окна и рамы заклеивай Там детство рождественской елью топорщится Бушуют бульваров безлиственных заговор Они поклялись извести человечество На сборное место город, за город И в юго дымится, как факел над нечистью Пушинки непрошенно валятся на руки Мне страшно в безлюдье порожь разнузданной Снежинки снуют, как ручные фонарики Вы узнаны ветки, прохожий ты узнан Дыра плыньи и мерещится в музыке Пурги, каленьи, мы узнали твой адрес Секиры и крики, вы узнаны узники Уюта и под веремелом крест-накрест Что лагерем стали, что подняты на ноги Подонки творения метели с полагаря Под праздник отправятся к праотцам правнуки Ночь Варфоломеева За город, за город Спасибо, здорово Ну, у нас есть еще 10 минут Я знаю, что, точно знаю, что у Володи Сегалова Еще есть в рукаве запас У кого еще есть в рукаве запас Напишите мне вот что-то в чат Вот, я бы просто... У Зыслина есть У кого? У Зыслина есть, да? Давайте тогда сейчас я пропущу Юлию Зыслина, ладно? Раз у него там есть еще запас, хорошо? И, значит, я знаю, что у Володи Сегалова есть еще И у кого что еще, напишите мне, пожалуйста, в чат У кого что еще есть Володя, пожалуйста Прошу прощения, сейчас... Хорошо? Юлия Зыслина, потом ты, ладно? Я хотел обратить ваше внимание Из какого ссора растут стихи по Ахматовой Я сидел в лаборатории, было скучно Из соседнего цеха пришла хозяйка Которая ведала спиртом И надо было с ней дружить Потому что спирт это валюта Можно было подковать блоху за спирт у нас на заводе Она говорит, Юлий, выручайте Новогодняя газета Нужны стихи Ну, а Юлию, если приходили свадьбы Нужны стихи или что-то, письмо Это Юлию всегда Ну, я быстренько написал И посмотрите, чего я написал Это предновогодняя Стучится в двери Новый год Настойчиво и твердо А старый отпоет вот-вот Последние аккорды Душа шлифуется в крови Яснее жизни кредо Как хорошо нам жить в любви И горе си не ведать Белым бело Близи, вдали В височках белизница Года плывут, как корабли, которым берег снится Мостов нам в юность не сжигать Не все же песни спеты И много верст еще шагать По вздыбленной планете Есть что ответить всем богам Есть с кем делить дороги Досуг и хлеб Все пополам И нежность, и тревоги Пусть подошедший Новый год В копилку сложат счастье Где каждый для себя найдет Любовь, добро, участие Значит, сейчас Володя Сигалов И в порядке полученных мною заявок Будут Саша Богданов Женя Кобсон И Сережа Кодес Наверное, больше никто не успеет уже Значит, Володя, пожалуйста Из следующего стихотворения Интриги не получится Оно будет узнаваемо Сходу Борис Пастернак Засыпет снег дороги Заварит скат и крыш Пойду размять я ноги За дверью ты стоишь Одна в пальто осеннем Без шляп и без калош Ты борешься с волнением И мокрый снег жуешь Деревья и ограды Уходят вдаль во мглу Одна средь снегопада Стоишь ты на углу Течет вода с косынки По рукаву в обшлаг И каплями росинки Сверкают в волосах И прядью белокурой Озарены Лицо, косынка и фигура И это пальтецо Снег на ресницах влажен В твоих глазах тоска И весь твой облик Слажен как будто из одного куска Как будто бы железом Обмогнутым в сурьму Тебя вели нарезом По сердцу моему И в нем навек засело Смирение этих черт И оттого нет дела Что свет жестокосерд И оттого двоится Вся эта ночь в снегу И провести границы Меж нас я не могу Но кто мы и откуда Когда от всех тех лет Остались пересуды А нас на свете нет Следующее стихотворение Будет эпиграфом К тому, которое последует За ним тоже Также известно Того же автора Февраль Достать чернил и плакать Писать о феврале На взрыд Пока грохочущая слякоть Весною черною горит Достать пролетку За шесть гривен Через благовесть Через клик колес Перенестись туда Где ливень Еще шумнее Чернил и слез Где как обугленные Груши с деревьев Тысячи грачей Сорвутся в лужи И обрушат сухую грусть На дно очей Под ней проталины чернеют И ветер криками изрыт И чем случайнее Тем вернее Слагаются стихи на взрыт Стихотворение «Набросок» Автор Дмитрий Коломенский Высокой страсти не имея Гляжу, как режет изо льда Недолговечную камею Новорожденная вода Снимает плавно Слой за слоем И в этом медленном труде Оттаится, будто что-то злое Но праздничное И т.д. Так глухо лопается Панцирь зимы Объятия горячей Гартонногорлые испанцы Переодетые в грачей Взирают на меня брезгливо Как на талецкого жида И в каждом выдохе залива Таится новая вода Она впитается в подкорку Чтобы почувствовали мы Как тает понемногу Горький антигрепинный Вкус зимы Как под землей Назло морозом Трава опустилась В грозный рост Как пахнет Авитаминозом Начавшийся великий пост Залитый влагой Словно лаком Оттенки мартовских Белил И Пастернак уже Отплакал И в пузырек чернила слил Пузырек чернила слил Саша Богданов Пожалуйста Я даже не буду объявлять Просто включайтесь Один за другим Саша Богданов Женя и Капсон Потом Сережа Кодес И Мила Лурье Завершает И я не поняла Юра Бунчик Я не поняла сообщение Что там было написано Это Юра подними руку Если ты хочешь что-то сказать Так Юра хочет Давайте сейчас Юру пропустим Вперед Юра Бунчик Потом Саша Богданов Женя и Капсон Сережа И после этого Мы закрываем Потому что У нас времени уже мало И люди устали Давайте так Юра я тебя пропускаю Читай Я пишу Я пишу как дышу Растворяя в стихах Я тебя уношу С собой на руках Мы бежим по траве Поднимаемся ввысь И летим в синеве Солнце Слышишь Держись Нет на свете беды Нет на свете войны Всем хватает воды Сердце Жаждет Весны Мири всем хорошо Мир покоем Объят Дети учат стишок Дети Ласково спят Я тебя уношу С собой на руках Я пишу Как дышу Растворяя в стихах Спасибо Я теперь Да Слышно меня Меня слышно 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 Начинайте Расскажу я вам фрагменты Удивительной легенды Было время Мир держался На ките И трех слонах Говорят В том древнем мире Жили мамонты В Сибири И гулять они ходили В волосатых пиджаках Резко вдруг похолодало Солнце больше не вставало От воскресшего вулкана Пыль затмила небеса Как же это приключилось Может ось земли сместилась Может у магнитной магмы Поменялись полоса У слона в сибирский холод Очень сильно мерзнет хобот Об из этой части тела Слон как будто бы без рук Но известно между прочим Путь покажется короче И ночлег уютней станет Если рядом теплый друг Сам суди В житейской буче Хобот многому обучен Посторонние ему нюансы Очень сложно объяснить Без него Хоть так, хоть этак Не нарвать травы и веток Не прижать к себе слоненка И водой не окатить Мы сперва держались стойко Но в погодной перестройке Моментально все остыло Далеко ли до беды В этой новой мерзлой жути Даже мамонтом по сути Не оставило природы Ни питья и ни еды Шли и шли Куда теплее Кто взрослее Кто старее Ну а кто-то не дождался Окончания пути Пищи просто не хватало И однажды на привале Мы решили разделиться Чтобы море перейти Побеждая цепеливый Перемерзли все проливы И тогда на лед ступили Все слоны На риск и страх Лед потрескивал Безбожно Мы шагая осторожно Постепенно оказались На других материках Да Природе заблудились Мы же в школе не учились Указателей и табличек Нам никто не расставлял И пускай нас Рук мурыжил Только рот слоновый выжил Кто-то в Африку подался Кто-то в Азию попал Впрочем Азия большая И поход наш завершая Часть пошла на Гималайи А другая на Цейлон На планете между делом Постепенно потеплело Сам смотри На пачке с чаем Очень уж знакомый слон Рассказал я вам фрагменты Удивительной легенды Мир тогда еще держался На слонах и на ките Ты, малышка, вытри слезы Жаль, что мамонты замерзли Пусть земля им будет пухом Вечно-вечно в мерзлоте Теперь я, Даира Хорошо Жива, пока дышать могу И весь мир чудным и чудным Пока люблю гулять в фургу И веселиться безрассудно Люблю, чтоб заметало белым Разводы грязи на дороге И чтоб вода заледенела Еще живом вчера потоке Люблю деревья в сонных смоль Остылась улица пустынной Безосновательную боль И смех дурацкий беспричинный Пока порхает первый снег Печаль легка, небезысходна Пока не замедляю бег Еще жива, еще свободна Спасибо У меня совершенно новогоднее стихотворение Поскольку оно, в общем-то, типа ремейка «Ирония судьбы» Любимого всеми новогоднего фильма Монологи Полита Господи, как скучно мы живем Испарился дух авантюризма Это стало просто афоризмом Позабыли путь за окоем Столько оставляем на потом Нынче даже глупости умны И к любимым в окна мы не лазим Сколько аккуратных безобразий Нами просто не совершены И не снятся радужные сны Делать, что не делает никто И не мельтешить, не мелочиться И не бояться тепленькой водицы Встать под душ и в шапки, и в пальто Словно клоун в цирке Шапито Не могли бы спинку потереть Не из дружбы, просто за спасибо Гадость ваша заливная рыба И умение под гитару петь Это пение тягостное бред Ты решила, вот она, любовь В сказку очень хочется поверить Вдруг под Новый год открылись двери И явился он, непрекословно Лучше рыбу правильно летать Господи, как скучно мы живем Испарился дух авантюризма Это стало просто афоризмом Позабыли путь за каем Что сказать? Спасибо, Анатол Спасибо Мила, Лурия, где? По идее, она должна была завершать Куда-то она потеряла Ей, если давай О, я не могла сама Ты меня заметила Ну, если я завершаю То я вас скажу так Я сейчас буду петь Не так, чтобы я певица Но Очень хочется это спеть Песенка Про год быка Который нас Мы все ждем Который Наступит скоро совсем Считается, что он уже наступил Но Тем не менее На мотив Меня зовут Юнцом Безусом Если вдруг окажется, что я Не так пою Чтобы вы поняли На какой мотив Вас поздравляю С годом новым И знаю я И знаю я Наверняка Что это будет Год коровы Ну, а точнее А точнее Год быка Пусть год прошедший Был суровым Но разойдутся Разойдутся облака И будет счастье В бычьем новом Как у коров Как у коровы Молока Бык настоящий Казанова Но и задача И задача Нелегка Ведь хочет Каждая Корова Иметь достой Иметь достойного Быка Скажу Скажу из опыта Былого А он надежнее Он надежнее Кошелька Коль не да Доя на Корова Проблемы будут Проблемы будут У быка И пусть Мужчину Пожилого Не гложет за Не гложет Зависть и тоска Коль у него Жена Корова А тёлки Вьются У Быка Однако Я даю Вам слово Вам сединою Сединою У виска Рога Домашние Коровы Не наставляют Не наставляют Вам Пока Пусть в Новый год Ни слова Злого И ни о том И ни о сём И ни о ком О неприятности Корова Шершавым Слежит Шершавым Слежит Языком Желаю Быть Вам Всем Здоровым А планка Очень Планка Очень Высока Любить Всегда Свою Корову С двойной Энер С тройной Энер Ей Быка Всё Извините За Неумение Пить Что я хочу Сказать Вот на этой Оптимистической Доносе Напоследок Объявления Во вторник В 7.30 Состоится Следующая Гитара По кругу На сцене Зелёный поезд Опять же В зуме Линк на зум Опять же Будет Рассылаться А также Он есть На фейсбуке На группе Синий троллейбус Пожалуйста Все приходите Ведущий Игорь Белый И Володя Ты будешь вести? Нет? Игорь один ведёт Тема Тема Будет Еда Называется Она Пока я Ем Ай Эм Значит Приходите Будут Хорошие Песни Кто-то Хочет Спеть Кто-то Хочет Прочесть Какое-то Произведение На заявленную Тему Там конечно Главный Упор Конечно На Песни Ну вот Кто хочет Прочесть Приходите А пока Спокойной ночи Да Счастливо Ещё есть время Поужинать Ты что-то Хотел сказать? Включись и скажи Нет? Не хотел? Ну хорошо Тогда всем счастливо Всем пока Пока-пока-пока-пока-пока Спасибо, что пришли Поздравляю Всем победителей Нашей лотереи Продолжайте играть Следующий тур Следующий тур Начнётся 1 февраля Ирочка Спасибо вам большое Большое вам спасибо Ирочка Спасибо большое Саша Я могу Спасибо